Дети – это просто пылающий котел. То есть энергетика наполняется в любой комнате, в любом зале полностью. Их энергетика в каждом углу. И когда ты приходишь голодный, невыспавшийся, уставший, злой, разочарованный или еще как-то, они это заполняют. Они делятся со мной своими какими-то историями, там, неважно, про кошек, про собак, про школу. Но они мне это рассказывают, они мне доверяют. И от того, что они мне доверяют, я чувствую себя намного комфортнее. И я на них смотрю, и я от них учусь чему-то. Я с детьми уже несколько лет так работаю, и они меня очень сильно поменяли. В эмоциональном плане я человек очень темпераментный. У меня кровь впылает, я туда, я сюда, я здесь, я там. А они меня как-то научили быть более сдержанной. Десять лет, понимаешь ли ты, десять лет, то строжничал я, то продяжил. Это теплое мясо носил скелет на обшивку, как пух лебяжий. Черт их с того, что хотелось мне жить, что жестокостью сердца устало хмуриться. Ах, дорогой мой, для помещика мужик все равно, что овца, что курица. Кто-то стесняется смеяться в театре, когда не все смеются. Кто-то стесняется лишний раз там крикнуть что-то. И я понимаю то, что к ним надо очень аккуратно подходить. Самое страшное, когда они начинают плакать. У нас есть на эту историю свое заклинание. Ну не заклинание, а такой обряд. Он называется капуста. То есть ребенок, который плачет, все сразу к нему подбегают и все его обнимают. Они вот в этой капусте стоят. Вот, и я на них смотрю. Обожаю их. И все, от детей ты все равно берешь много отдачи. Она все равно есть. Ну, сумеешь ли ты ее пробудить в детях, это уже, конечно, твоя проблема. Но когда что-то получается, хотя бы у одного. Я, может, нет. Ну, я не зря по этой земле хожу. Ну, я детей, вот я их очень люблю. Особенно вот таких вот творческих, безбашенных. Банан. 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 А можно ли как в самодеятельном театре? Действительно настоящий живой диалог? Я хочу воспитать, ну не то, что поколения, но людей, которые вырастут, и они понимают, что такое театр. Потому что 80% населения России, они, у них есть какое-то представление о театре, какое-то такое шаблонное. А я хочу, чтобы эти дети росли, и эта культура театральная, она уже давала им какие-то такие знания. То есть театр – это же скопление всего. Свет, звук, музыка. И они от этого растут, и внутренне, и их культурный код пополняется, пополняется. Два раза в неделю мы занимаемся. По понедельникам у нас по три урока, по четвергам у нас по два урока. То есть актерское мастерство у нас самый главный предмет, сценическая речь, сценическое движение и хоровое пение. Мы разбираем просто произведения, которые можно спеть актерски. Я б навеки забыл кабаки, я стихи бы писать забросил, только б тонко касаться руки и волос твоих цветом в осень. Я б навеки пошел за тобой, хоть в свои, хоть в чужие дали. В первый раз я запел про любовь. В первый раз отрекаюсь скандалить. У нас есть упражнение, оно называется «Яблоко». В чем заключается суть? Они выбирают любое слово, существительное, и начинают этим словом вести диалог. То есть за каждым словом должен стоять какой-то подтекст. То есть артист на сцене произносит текст, а играет он подтекст. Это слово обычно мы подбираем такое, более забавное. Ну, они выбирают там картошка, таракан, тушенка, все что угодно. Самое главное, я всегда им говорю. За словом всегда стоит что-то внутреннее. То есть если я говорю «Яблоко», я не просто произношу буквы, а я говорю с любовью, например, «Яблоко», или с ненавистью, или какой-то вопрос «Яблоко». Я им говорю, что если вы берете за какое-то дело, вы должны быть лучшими в любом деле. Это вот главная методика. То есть у нас мотивация идти вверх. Пахнет яблоком и медом по церквам твой кроткой спас и гудит над Карагодом на лугах веселый пляс. С сентября прошлого года мы начали вести работу. У нас два класса. Классы делятся за счет смен. Утренняя и вечерняя смена. Пока у нас в студии 11 человек. Возраст совершенно разный. То есть от 6 лет до 13. Я стараюсь давать детям задания, которые направлены на изучение своей органики. Работа над речью, постановка голоса, раскрепощение на сцене, то есть свободное движение. Мы занимаемся пластикой, сценическим движением. То есть дети потихоньку учатся сами держать себя на сцене не только духовно, так сказать, обогащенно, а они умеют находить положение на сцене. То есть они учатся взгляду со стороны. Это очень сложная на самом деле задача и для взрослого актера. Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё Для меня это будет, наверное, самое лучшее. Ну, то есть, как по мне, цель искусства – оставить след. Если я смогу где-то оставить свой след благодаря моим детям, то, значит, моя задача выполнена. Но самое главное, конечно, мной двигает любовь. Любовь к музыке. Музыка, наверное, это самый главный мой источник сил, потому что я большую часть времени своего, я всегда с музыкой, я всегда в наушниках, мне надо, я живу с ними, я срослась с этим. Я всегда новые песни учу, работаю, потому что я же еще параллельно занимаюсь этим всем. И музыка для меня – это то, о чем можно и не говорить. Это нужно просто услышать, и все. Да, вокал для меня – это как будто просто выпустить душу. Просто как свет включается, вот то же самое. Это сильная очень история. То есть именно в эти моменты я не здесь, я не на земле. Я где-то, я везде, я по всем местам, как частицы разбросанные. Я просто, я растворяюсь в этот момент, потому что музыка, она имеет огромное на меня влияние. Я с детства в ней. И пение для меня – это для меня именно конкретно самый главный способ выразить то, что я чувствую. Когда работаешь над текстом, особенно над поэзией, за каждым словом должно стоять твое что-то личное. То есть на сцене я читаю Есенина, но я от лица его поэзии, от лица себя говорю о своей проблеме, при этом зная его проблемы. То есть у нас с Есениным, как мне кажется, есть много общего. У него есть одно стихотворение «Мне грустно на тебя смотреть». Я про это стихотворение могу часами разговаривать, потому что оно мне попало прям под ребро. Прям попало прям в самое сердце. И вот одна фраза «Мне грустно на тебя смотреть» – за этим может стоить такое разочарование, такая грусть. И эта поэзия, она как мантра. Она какая-то иногда успокаивающая. Иногда как какая-то заунывная плакальщицкая песня. Да, вот плакальщиц у меня напоминает некоторые поэтические произведения. Я рассею свое горе по чистому полю, по чистому полю. Ты взойди-ка на Чернобылью, Черной Чернобылью, Черной Чернобылью. К сожалению, как мне кажется у творческих людей, обычно какие-то грустные вещи тоже они толкают на творение. Когда у тебя что-то болит, когда тебя что-то мучает, тебе есть о чем говорить. А если у тебя все хорошо, смысл? Говорить-то не о чем. То есть счастье любит тишину. А когда у тебя что-то есть, о чем хочется сказать, вот тогда это побуждает выйти, дать, подарить кому-то какое-то такое ощущение новое. Увидеть в глазах то, что он тебя понимает. Если это получается, то да, это, наверное, лучшее, что может быть в этой профессии. Субтитры создавал DimaTorzok